Мы тут собираемся за раскладушкой. Одному очень молодому человеку на детский лагерь, на летний лагерь. Да, так что вот надели свои эти красивые макосины. Ой, я думал, ты выкинула мою бортсетку, она здесь, кажется, лежит. Спасибо тебе, что я не выкинула. Ну, возьми коричневую, она сейчас тяни по фасону. Да. Что? Завяжу. Сейчас завяжу. Поехали. Зара с подушкой. Нас сейчас тепло на улице, наконец-то. Ну, до купалки стоят, здесь точек нет. Я вот в таком вот пижаке. Поверни на себя, Лена. Вот таком вот. Лена, на себя поверни. Аккуратно, Лена. Да. Главное, не вмажься. Просто не дома вот так снимать. Вон, видите, у нее. Причем. Какая юбочка. Леша, спался же. А у меня вот такой вот пиджачочек. Прирупай, сейчас врежусь куда-нибудь. А, ну, ясно. А вон там еще один сидит. Эй, рэпер. Что делаешь-то? Ты как этот, депутат Госдумы. Птичек играешь, что ли? В нее фотографии, не там. Депутаты Госдумы сидят в эти ангельбердс, короче, играют. У меня две палки осталось. Ну и ладно, хорошо. У меня три стало, да и что-то. Одна палка имела место исчезнуть. Ну да. Блин, наконец-то лето. Скоро уже. Хорошо. Так вот, листья не радуют. Я вот думаю, может быть, нам в следующий раз осаго-то это делать-то. И на весь год она. Сезон. На летний. А зимой, блин, куда-то поехать, а морозить маршрутки что-то. А зимой один раз ездим, беспалево-то и все. Да ну нафиг. Без всякого осаго. Штраф заплатил на 500 рублей. Да, конечно. 500 рублей. А сколько штраф стоит тебе, слушай? Без осаго ездить. Надо будет просмотреть. Так вот, мало ли, что я поеду, что я поеду покататься сегодня на горке. А у меня кто-то там знакомый бы рассказал, он без осаго ездит. Значит, страшно. Два года при чем. Не надо рисковать. Зато экономика какая-то. Зиме идует. Бюджет. Не, так по-хорошему-то надо, конечно. Но если один раз ездить, беспалево, что-то берет. Да ездить, если не будет. А то есть маленький, блядь. Так, что это кровати раскладная здесь. Здесь что, матрас? Что это такое? Какая-то детская, на какой размер? Смотри, вон там размер внизу, вон внизу размер. Вон детская. 650, на 1950. Ну-ка эта. Больше? Такая же она. Такая же? А та, коричневая. Размеры вот внизу. Какой размер? Ну, чуть пошире. Шире? Да. Ну что, давай пошире возьми. Размеры 10 рублей. Там кто-нибудь спать будет. 20 раз. Это, конечно, лучше. На железке не ложатся. Все, на матрас положить там, вот вверх. Отлично. Вам для ребятки нужно? Да. Все, купили два полотенчика. Розовых. Ванну, по цвету. Так. Пошел он относить раскладушку. Нам надо еще веник домой. И совок, и швабу еще надо сломать. Чего мы купили-то? Тима, расскажи, что мы тебе купили. Какую игрушку тебе купили, расскажи. Раскладушку и полотенце. Слева покажи, дом красивый. Дом унитазный. Слева, справа. Тихонечко. О, тут красивый вид. Да. Видишь, красивый, да? Да. Инфраструктура такая. Там она красивая. Мы поехали типа швабру искать. Мы искать, мы знаем, где она продается. На последние тысячи сейчас купим ее. И будем выживать потом эту швабру. Тебе вообще нужна эта швабра? Нужна, блин. Она мне сломалась, она замучилась от отскалкувать. Может, в Алиэкспрессе купим? Говорят, что скоро Алиэкспресс, он открывает продуктовый магазин. Так мы вообще из дома уходить не будем. Да не мри, кого ты сочиняешься? Стой. Продуктовый. Ты сам придумал, что ли? Выключайся. Ну, продуктовый. Продуктовый магазин. Ну, он бизнес-центр. Да, бизнес-кодей. Ну, справа. Здесь я работаю. Бизнес. Ну, магазин где-то у нас в лесу находится. Что, Лена? Грустать вот сюда вперед. Не надо так, стой, да еще. Выходи, сыночка. Сына, а у тебя что, зарплата такая маленькая? Что? Что такая, сына, зарплата маленькая? А? Репер ты наш. Ой, смотри, раковина. Как красиво. Смотри, какие красивые стеночки розовые. Пошлите. Пока лохматые. Где тут веники, интересно? А? Где веники-то смотреть? Надо туда идти. Ладно, пройдем, сидеть, да? Ой, красиво, смотри. Под диван, да. О, диван, да, посмотри. Ой, мне вот такой нравится, вот. Сколько он стоит? 35. Где написано? 3. 35, вот написано. Двигается. Ну, хорошо. Ну, вот мне такой нравится. Так, что-то. Вот, да, мне вот этот нравится. Он хорошо к обоим подойдет. Не садись на диван. Да он немного дойдет, дойдет. Нет, что он дойдет? О, мне вот такой нравится. 35, короче, он стоит. Вот такой вообще идеальный. Все влезут, во-первых. И разкладывается, вообще класс. Вот этот классный тоже, но он, видишь, темный. Да ну, я тканивый. Ну, тканивый надо, я согласна с тобой. Мне нравится расцветка, вот та, велюровая. Но велюровая для вас не вариант, потому что вы запачкаете все. Здравствуйте. Чувствую, сколько? 35, 900. Угу. А расцветки-то разные можно подобрать, да? Или как? Да, можно заказать, но там цвет, допустим. А цена какая, если заказать? Цену нужно, как бы мы уточняем, в основном у них одна цена. Видишь, вот такой вот цвет, если заказать. Да. Он выдвигается вот так, чик, и все. Получается, у него механизм идет. Да, у него классно. Ну, классно. Да. Все, он что-то щетелит. Все, что пружинный блок идет. Блок стерильный. Здесь идет козетка. Ой, классно вообще. Атаманка. По-разному называют комку. Он классный диван. Угол перекручивается на левом и правом. Из цвелёжки есть подрогожку, есть такой темный, коричневый. Мне вот такой нравится. Он такой, кремовый такой. Вот этот, кстати, ткань, она чистится очень. Да? Замечательно. Вообще классный, мне нравится. А это все такое, тумбочка тоже? Да. Еще и тумбочка. А можно без тумбочка? Вообще классно, столиком. Наоборот, классно, столиком. Ты что? Только вот черный мне не нравится, у нас мебель вся белая. А можно, допустим, заказать, чтобы вот здесь деревашка светлая была? Да. Почему не надо? Он так делает, раз поставил, что-нибудь. Мне нравится. Он есть такой столик без, то есть такой диван, без столика есть, вот в велюре. А, вот такой же, только без столика. Он один у нас, он у нас уцененный, у него небольшой дефект. Но можно заказать его? Ага. Если я согласна ждать, то пожалуйста. Со столиком он смотрится, вы посмотрите, вот я его беру. А что тебе не нравится? Ну, типа он нужен, столик кричит. Ну, он поставит на диван, будет есть что-нибудь, разольет, и что? Лучше на столе это все делать. Ты дома белое, а столик черный. Ну, да, это да, я согласна. Ну, только вот видите дерево. Я же ветерстяпал. А у вас светлая? У нас мебель светлая вся, белая. Вот это, конечно, не будет. В принципе, декоративных столиков белого света не бывает. Ну, вот этот, мне кажется, лучше даже подойдет. Хотя вот это под обои, хорошо. У него цена такая же, что со столиком, что без столика. Ну, понятно. Я хочу со столиком. Вот еще, давай посмотрим здесь, смотри, диван. Вот красивый тоже, 50 тысяч рублей. Ну, это какой-то драйон. Черный? Нет. Задница все, потеет на нем сидеть. Что ты делаешь? Ну-ка, дай. Холодный пьешь? Вон еще диваны стоят там. Такие же. Только не углом, а просто. Господи, зачем через дверство наливать? Будешь пить, Леша? Класс. Хочу, девальчик. Очень красивый, да? С 35-то. Какая арка красивая, согласись. Пошли в табуретки, посмотрим. Видишь, табуретки. Ой, как красиво. Я захожу через арку, прохожу. Сколько они стоят? 1100 рублей стулья. Интересно, в обычной Икеа сколько это все стоит? Посредники просто. 1000 рублей стоят. Вот такой купить, вот белый стул с дырочками. Вот такой купить. Белый купить, да? Белый, да, вот такой мне нравится. Одежду раскладывать. Вот, классный стул, смотри. Я мне что-то покажу. Сейчас, подожди. Нет, черный зачем? У тебя мебель светлая. Вот такой вот отлично будет. Во-первых, класс массовый. Одежду разделался, пришел со школы. Маленький там у него стульчик. Можно вот такой белый, раскладной. Зато можно на природу брать его еще. Вот белый стоит, гунде какой-то. Вот. Вот, склажил. На природу можно взять. Ну-ка, склажи-ка его. Во, вообще лучше вот этот брать тогда. О! О, но он пол не будет сарапать? Нет. Ну, что такое лучше взять, да? Да. Или что? Или он заляпается у него? Будет все в пятнах черных. Что думаете? Я думаю, что надо. Вот такой, да, лучше? А мне беленький в дырочку, кажется, больше сапатища нравится. Сядь-ка. Сядь сюда. Что, как думаешь? И стул пополнительный у нас появится еще дома. Не прогибается? Ха-ха-ха. Что, нормально? И вот такой вот. Ну-ка, сядь на тот стул. Сними ему, сядет. А вон, стоят они. А, ну да, сядь на красный стул. Я? Да. Вот. Садись. Прогибается. Тоже жесткий, наверное. Пусть взять универсальный стул, я считаю. Практично. Единственное, что он заляпается. Здесь вот раскладушки сколько стоят? Детская тоже. Это детская тысяча. Вот взрослая, 2600. Будет хорошая раскладушечка. Матрасик такой хороший. 2800. Но здесь дороже. Вот красивенько как. Для ключиков раз. Заходите, берите, пожалуйста. Все знают, где висят ключики. Так, мне нужна швабра. Ой, эти красные. Мне нужна розовая. Мне не подойдет. Леник. Ну что? Ну вот. Вот такую мне нужна. 140 рублей стоит. 420 рублей. Дешевле. Смотри, какую лучше взять. Вот такая за 549. Я не знаю. Ты шаришь. Посмотри сам. Мне вот такая нравится. Вот такая вот еще есть. Нормальная. Вот такая. С ворсинками она прикольнее. Как ее снимать-то? Что, вот такую тебе? Подожди, я вот не знаю. Может, вот такую взять? Как она? Какая удобнее? Не развалится ли вот эта штучка? А вот. Это так же стоят они? А вот тебе, что, вот эта штучка сломалась, да? Да, да, да. Она вываливается у меня. Выскакивает. Что, потерял меня, что ли? Мина такая потерял. Что ли, вот там осталось? Ну, что такое? Ну, ничего. Я не буду пить. Куда столько воды-то? Я сейчас так в туалет захочу. Не ной. Тоже она откручивается. Ну, у меня, знаешь, такая ерунда в этом, в совке. Веник такой у меня. Вот этот веник у меня постоянно откручивается, замучилась уже. Вот это такая же ерунда, если будет, ты с ума особен. Блин, больно, Артем. А, вот, синий. Чего это опять берем, что ли? Синий же сказал. Давай зеленую тогда возьмем. Да, нафиг, вот, смотри, пока синий класс. Она прошита хорошо, да? Да. Что, купили мы швабры, такую синенькую купили. Стана, материал более плотнее, лучше, доски разделочные. Для мяса, для лошей. Чего? Вон, какие-то. Даня, Даня, а сколько-то вставки, кто работает? Ой, все сухое вообще. С горбушей. Вот эти мягкие, но они холодные. Холостяки. Холостяки, Леша, да. Давайте сок возьмем. Ой, 69, вот, компот, давай возьмем. Вот, смотри, 56 рублей всего. Чего, какой берем, яблочный? Почему берем? Потому что он добрый. Да, добрых только. Вот такой еще сок есть. Да, они одинаковые все. Они даже не сок, а не нектар. Это же настоящий сок. Ну, возьми вот гост вот этот, бомбир. Давай возьмем. Мы приехали на Сопку любви. Здесь обычно приезжают свадьбы. Раньше не было вот этого купола. Построили. Леша, они бегут сюда. Ой, смотрите, сколько за этих замочков. Смотри, Тёма. Это жених с невестой. Да, жених с невестой сюда. Вешают замочки. Означает, что знак любви и верности там. Он, как, скрепляет свою любовь. Заржавевший. Почему забросили его? Ой, как красиво. Смысл нам речка. Ой, как красиво. Меня до собак боятся. Здесь примерно пять раз, наверное, на всяких пяти свадьбах, когда свидетель мой был. Пяти свадьбах? Только сегодня твои пять свадеб было. Артем, застегни куртку. Куртку застегни здесь, застегивай. А здесь всё забросили. Теперь, смотрите, там одни потолки, вон, шаппат. Ой, ой, ой. Слушай, тут мы хотя бы урны поставили. Смотри, всё за строчек. Здесь вид красивый, да, речка. Дачная. Сопка любви. Какая-то не сопка любви, а сопка, я не знаю, что это. Вот этого раньше не было. Купаю. Не. О, всё, в общем-то разбили. Там, короче, фонтан вот там вот был. Ну, вот по центру. Всё разбомбили, слушай. Здесь пять-шесть, наверное, назад здесь мы сидели с пумушками в этом здании. Здесь, видимо, от ветра. От ветра загородили всё. Зачем было разбивать? Кто-то кому-то мстит, как обычно. Всем привет, мы уже приехали. Лёшка пошёл машину вставить. Я ещё попросила, чтобы он купил его кубики Маки. Сейчас я готовлю куриные желудки. Ни разу их не готовила. Нет, вру. Я готовила один раз, и мне они не понравились. Они были очень жёсткие. Честно, никогда не брали, не берём. И не экспериментирую так больше. И как-то я, знаете, посмотрела видео Олеси. Ну, бывший канал Домхозу нет. Она там показала, что она готовила, варила их сначала, а потом тушила. Так вот, я решила тоже так попробовать. Но говорят, что очень вкусные, нежные получаются. Сейчас я поставила их варить. Желудки. Вот, посмотрим, что получится. Вот такие пироги. Вот они, куриные желудочки. Конечно, выглядят они не очень симпатично, но я их промыла. Посмотрим. Где-то час надо их варить. Сейчас крышкой закрою. Пускай стоят, варятся. В общем, мы решили сделать дырку на досках разделочных, потому что они не висят. Сейчас я покажу. Вот, решили сделать на них дырочки. Вот так вот надо мне подвесить их. Они, видите, только стоят. Не совсем удобно. И на помощь пришел я! Хотя, вот я видела в интернете такие специальные доски, они стоят вот так вот для мяса, для овощей. И они такие... И для рыбы еще специальная доска идет. И они на подставке не такой специальный. А это... Колбаска лежит специальный. Или что? Все-таки сделать дырочки. Мне кажется, надо дырочки. Такая висят. Удобно вот эти овощи здесь резать, а на той... Ой! А на той это мясо, например, колбаску какую-нибудь. Которую мы не едим. Колбаску лежа, колбаску. И еще колбаску. Орезать. Здесь или здесь? По центру вот здесь. Почему там? Ну почему там? Ну давай здесь. Давай здесь. Ровно выровнять как-то надо. Ну что, это надо обязательно показывать. Ну а что бы нет? Давай покажем. Тырски делаешь. Просверливаешь, е-бая. У нас двинулся теперь. Вот за 9,2. Пополам. Тихо. 14,6 будет. Да? Все верно? Да. Давай. Тихо. 14,6. 14,5. Плюс, там минус. Сверли по... Подожди, 14. 14,6. Да. 14,6 это чисто точка центра. Да, где-то здесь. Тебе надо присверлиться. Давай. Что, давай так? Сразу сверли? Да, ну что сразу делай. Ты так ткни, да и все чем-нибудь. Леша сейчас делает мне дырочки. И здесь повешаем сразу. Сразу все будет висеть красивенько. Давай. Давай, Леша, красивее. Подходи. Женщина. Дырочки не можешь сама себе сделать. Позор. Конечно, нужны сильные мужские руки. Ой, это что за голочка такая у тебя? Что это? Сверло. Ты им бурс или что-ли? Нет, не буду им снилить. Ой, мамочки. Что, держать надо, наверное? Да ладно, я уж сам как-нибудь. Подожди-ка, стой, сдвинулась. Вот. Тут тоже сдвинулась. Стой. Сейчас неправильно подожди, Леша, здесь сдвинулась. Давай. Ну, красиво как. Как это? В производственном цехе каком-то. Вау. Слушай, как красиво. О, классно. С повешаем. О, то ли дело. Давай, мне еще надо один крючок сюда. Мне не хватает крючков. У меня, видишь, уже по две, по три штучки висит уже. О. Блин, ну они не должны вместе висеть. Во-первых, здесь овощи режем, там мясо будет в микроб перебегать. С доски на доски. Надо мне два крючка, еще надо крючок купить один такой. Или два. Конечно, не субы люблю, когда все висит. Ну да, вот так давай сделаем. Ну-ка, а эту куда доску вешать? Мне еще доска деревянная. Сюда повешать. Куда? Потому что она побольше трючки сделает. О! Только неправильно маленько повешала. Вот так надо. О! То ли дело. Ну, кажется, колхозно, да? Ну, что? А что колхозно? Ну, красный, зеленый все. Розовый, желтый. Перчаточки сюда. Пока. А что колхозно? Мне вот здесь колхоз не нравится. У меня здесь вот эту, что вчера купили, штучку такую для мяса. То есть, когда курицу мясо варишь, чтобы вытащить из кастрюли. Вот эта штука, как она вилка называется. Здесь у меня по две, по три штуки висит, видишь? Не влазит. И здесь тоже не помещаются они все. Видите, что у меня здесь творится? Ну, не всегда помещаются. Здесь еще один отдельчик, конечно. Ну, все, спасибо, Леша. Красиво, видишь, как? Покажи-ка, ты сломала. Да я уже показывал сто раз. Так, я вот не знаю. Вкусно-невкусно будет, Леша? Давай ешь. А где это самое? А что полить-то? Ничего не надо. Ну, кетчупу можешь полить, если хочется. Ну, с горчичкой. Соус-чип. Артем, иди попробуй маме на блюдо. Понравится, интересно тебе или нет? Они должны разваливаться во рту. А кисель? Да, мягкий, слушай, правда. А кисель? Кисель нету киселя. А что? Что, как тебе? Вкус? Ну, ты на это говядину. Ну, вкус никакого нету. Ну, как нету, есть мясо, вкус. Ммм. Вкус говядины. Ну, вкус мяса есть. Говяжье мясо, да и все. Ну, да, вкусно, приятно. Мясо, да мясо, и что? У меня нет уже. Братан, ты давай ешь. Артем, покажи, как ты мясо ешь. Иначе я Путину сейчас отправлю. Мясо покажи. Мясо.